Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера завершился матч из 20 партий в русские шашки, которые играли белорусский игросмейстер Евгений Кондраченко и один из сильнейших игроков в бразильской шашке Венициус Дамир. Победу в тяжелейшей борьбе одержал белорусский игросмейстер Евгений Кондраченко со счетом 11-9. Ну и, друзья, сегодня я начинаю видеообзор интересных партий из данного матча. Сегодня мы рассмотрим третий микроматч из данного матча. Соперникам выпал следующий жеребьевочный дебют. GH4, DC5, CB4, DD6. Данный дебют может встретиться и в классических русских шашках, поэтому данный вариант будет интересен всем любителям шашечной игры. Ну, лучший ход здесь БА5, то есть белые играют на отсталую шашку А7. Черным надо укрепляться в центре, иначе белые грозят связать правый фланг черных. Ну и белым лучше всего сделать ход ЕФ4. Он в данной позиции принципиальный. В этой позиции у черных есть два варианта. Либо меняться FG5 вот таким образом. Но здесь у черных, как говорится, игра над бой, ничья, предел мечтаний. Так бы я играть за черных не советовал. Все-таки наиболее сильнейший ход здесь именно CD4. Так и сыграли оба соперника. В первой партии гроссмейстер Евгений Кондраченко играл белыми. И он напал. Черные здесь размениваются, но это сильнейший вариант за обе стороны. И белые сперва бьют именно на поле F4. То есть заставляют черных сделать ход HG5. Теперь белые бьют на C5. И затем играют CD2. В этой позиции есть три хода за черных. GF6. Но в этом варианте ничья также предел мечтаний для черных. Острый ход AB6. Он был сделан Евгением Кондраченко во второй партии. И ход EF6. То есть здесь, в этой позиции, ход EF6 очень плох. Именно так сыграл Венецирус Дамир. Ну давайте рассмотрим все три хода. Если черные играют GF6, то белым надо нападать. И черным надо закрываться. Теперь белым надо меняться назад. Ну и здесь после размена CB6 партия постепенно придет к ничьей. У белых небольшое преимущество. Но оно недостаточно для победы. Естественно, что в этой позиции нельзя было нападать EF5. Потому что черные проводили простенькую комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем вторую. Затем третью. И забираем четыре шашки соперника. Лишняя шашка в данном случае приносит черным победу в этой позиции. В этой позиции Венециус Дамир сыграл EF6. Этот ход практически проигрывает партию. Евгений Кондорченко здесь сыграл BC3. Этот ход выпускает выигрыш. То есть у белых сохраняется небольшой перевес. Но он недостаточен для победы. И партия в дальнейшем завершилась ничьей. Между тем, играя D3, белые получали очень хорошие шансы на выигрыш. То есть черным надо закрываться DC5. Естественно, снова нельзя нападать EF5. Эту комбинацию мы уже видели. Отдали одну. Затем вторую. Затем третью. И забрали четыре. Так играть, естественно, нельзя. Поэтому в данной позиции не надо меняться назад. Также это не дает преимущества. Здесь надо играть именно ED2. Ну и в этой позиции, друзья, у черных остается единственный ход. CB6. То есть надо играть только таким образом. Здесь проигрывает вот такой размен. Потому что белые проводят элементарный, но симпатичный ударчик. Игра от AB4. Надо бить две. И белые забирают три шашки. И затем срубают дамку черных. И легко побеждают. Также в этой позиции нельзя играть FG5. Так как белые нападают. Ну и черные здесь проигрывают шашку. Например, DE7. Побили. Ну и здесь у черных есть два варианта. Если черные играют EF6, то белые играют ED4. Надо бить в эту сторону. Побили, побили. И белые выигрывают шашку. И побеждают. Если же в этой позиции черные играют, допустим, GH4. То мы жертвуем лишнюю шашку. И играем в ED6. Ну и как бы черные не играли, здесь они быстро проигрывают. Поэтому в этой позиции у черных остается только такой размен в распоряжении. Но белые здесь выигрывают шашку. Для того, чтобы как-то еще бороться за ничью, черные жертвуют шашку. И играют FE5. И в этой позиции белым лучше сразу же проводить комбинацию. Вот таким образом. И здесь у белых очень хорошие шансы на выигрыш. То есть белые потом займут поле F6. Переведут свою шашку G3, либо F2, либо на G3, либо на H4. Либо таким образом построятся. Ну и постепенно вот эти шашки проходят в дамки. Здесь шансы на ничью у черных довольно-таки небольшие. Если же в этой позиции белые немножко повременят, вот с этой комбинацией сыграют FG3, то черные уже играют HG5. Ну и здесь комбинация уже не проходит за белых. То есть если белые проводят вот такую комбинацию, даже кажется, что она более выгодная. То есть у черных, видите, здесь нет ни одной шашки. На самом деле здесь черным гораздо проще обороняться. Черные играют AB6. Ну и на любой ход дамки белых. То есть если на G7 играют, мы нападаем. И видите, белая дамка не может занимать ни поле F8, ни поле A7, потому что черные сыграют BA5. Поэтому белая дамка вынуждена уходить, допустим, на B2. Тогда черные играют на поле C1. То есть грозят отдать, ну допустим, сыграть BA5 и затем отдать одну шашку. Поэтому снова надо уходить, допустим, на H8. Ну и тогда черные здесь играют BA5. Ну и белые, видите, не могут вытеснить черных вот как раз с линии нижнего тройника. То есть тут никаких нападений нет. И партия очень быстро заканчивается ничьей. Второй партии гроссмейстер Евгений Кондриченко, играющий черными, сыграл AB6. И в этой позиции белым лучше всего играть именно DE3. Обратите внимание, что после хода AB4 здесь уже у черных есть контр-шансы. Они здесь во многих вариантах даже могут победить. То есть черные нападают, надо закрываться. И черные играют EF6. То есть белым надо играть DE3. И черные в этой позиции играют FG5. Но обратите внимание, что в этой позиции нельзя играть ED2, потому что черные отдают три шашки. Затем играют DC7. И за гребущими руками, как любит шутить Евгений Кондриченко, забирают шашки соперника и выигрывают. Поэтому в этой позиции белым надо играть AB2. Теперь черные играют GH2. Ну и снова нет хода ED2 из-за уже показанной комбинации. То есть черные отдают три шашки. Затем четвертую. Идут в дамки. Ну и это окончание также выигранное за черных. Поэтому в этой позиции белым надо играть именно GH2. Теперь черная игра DE7. Ну и у белых есть два варианта. Либо играть ED2, либо проводить вот такую комбинацию. Но здесь черные могут, в принципе, побить и в эту сторону. И давить центром. То есть поэтому, так бы я все-таки за белых не рекомендовал играть, лучше всего играть именно ED2. В этой позиции тогда черным лучше всего сыграть именно... Именно играем за черных BE7. Ну и в этой позиции надо играть за белых HG3. Черные играют GF6. Ну и белым здесь надо проводить комбинацию. То есть отдаем две. И надо бить именно на поле B8. То есть на поле F8 бить плохо. Потому что, ну кажется, что черные пойдут на G1. Там у белых проблем нет. Но на самом деле черные здесь играют именно HG3. Ну и так теперь бить плохо. Потому что черные выиграют вот таким образом. Поэтому остается бить только сюда. Когда черные бьют на поле F2. Ну и здесь у черных хорошие шансы на победу. То есть они проводят две свои шашки в дамке. Поэтому в этой позиции, после того, как белые отдали две шашки, бьем именно на поле B8. Ну и сейчас в этой позиции уже HG3 не проходит. Поэтому, ну, потому что мы просто бьем на H4. Затем играем Bc3. Ну и на постановку дамки здесь уже играем CB4. И здесь уже у черных, наоборот, проблемы. То есть белые грозят сыграть AB6, либо Bc5. Поэтому в этой позиции черным проще всего сыграть HG5. Ну и черные здесь ловят дамку белых. Белые играют, допустим, Bc3. И на нападение уже отходят. В этой позиции черным надо играть именно FG5. Ну и если теперь белые играют CB4, тогда мы размениваемся вот таким образом. 2 на 2. Ну и все-таки здесь черные могут достигнуть ничей. Например, D3, GH2, Bc5, Dc7, ED4. Ставим дамку. Ну, белые жертвуют шашку. Ждем еще одну и бьют дамку черных. Ну, черные отжертвуют шашку. И партия заканчивается ничьей. В партии Дамир не стал играть AB4. Он сразу же разменялся назад. Ну, у белых сохраняется небольшое преимущество в этой позиции. Евгений играет EF6. Белые играют AB2. Bc5, DE3. Черные нападают и белые закрываются. Ну и в этой позиции была простая ничья. После хода ED4 белые бы разменялись. Вот таким образом черные играют GF6. Ну, и здесь белые играют либо Cd2, либо Ed2. Все ведет к одному и тому же. Черные нападают. Лучше всего размениваться. Черные здесь жертвуют одну шашку. И производят вот такой ударчик по затылку. В данном случае он ничейный. Партия здесь быстро заканчивается ничьей. Ну, Евгений здесь подкручивает игру и делает провокационный ход D7. В этой позиции Венициус Демир сыграл b3. Между тем был интересный ход bc3. Ну и здесь у черных есть только два варианта ответа. Либо сразу же жертвовать шашку и затем играть EF6. Либо играть EF6. Ну, тогда белые играют GF2. И у черных остается единственный ход. Вот такой размен. Здесь белые играют CB2. И черным надо играть GF6. Белые играют ED2. И у черных снова единственный ход Fe5. В этой позиции, естественно, надо играть dc3. Но здесь есть небольшая ловушка. То есть, если белые сыграют b3. То есть, в надежде потом отдать шашку и прорваться на предамочное поле. То черные здесь неожиданно жертвуют шашку. И делают тихий ход b7. И белым остается только сдаться. Поэтому в данной позиции надо играть именно dc3. Теперь черные играют b7. Белым надо размениваться назад. Ну, и здесь черным уже надо быть осторожными. Надо играть AB6. Ну, и на ход CB2 черным надо жертвовать шашку. Это единственный ход. Теперь черные играют bc5. И все-таки добиваются ничьей. Например, b3, cb6. Белым лучше всего вернуть лишнюю шашку и играть gh4. Теперь черные играют b5. Белые играют hg5. И здесь черные играют AB4. Белые играют gf6. Интересный рисунок позиции. И черным лучше всего вернуть шашку. Вернее, пожертвовать шашку вот таким образом. И сыграть bc3. Ну, и в этой позиции уже белым надо быть осторожными. И лучше всего вернуть лишнюю шашку. И здесь партия быстро заканчивается ничей. Например, CB2, fg7. Черные ставят дамку на большую дорогу. Белые также на большую дорогу. Ну, и здесь черным надо жертвовать две шашки. И благодаря обладанию большой дорогой черные достигают ничьей. После b3 здесь есть интересная ловушка за черных, которую и попался Венециус Дамир. Евгений Кондорченко сыграл gf6. И белые играют ef2. У черных единственный ход. Еd4 все остальное проигрывает. И белые здесь размениваются вот таким образом. Кажется, что у белых преимущество, но на самом деле это не так. Черные играют ed6, белые fe3. Черные играют cb6, белые gh4. И здесь Евгений делает очень коварный ход b7. То есть до сих пор кажется, что у белых лучше, но здесь уже инициатива у черных. Белым надо играть очень аккуратно в этой позиции. Венециус Дамир сыграл cd2. То есть построил колонну для размена. И Евгений отвечает четко bc5. В этой позиции у белых единственный ход, ведущий к ничьей. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. То есть в этой позиции Венециус Дамир сыграл gf2. И после хода ab6 он просрочил время. У него упал флажок. После gf2 здесь уже нет никакой ничьей. А ничья была после единственного хода cb4. И в этой позиции черные играют ab6. Здесь у белых снова единственный ход, ведущий к ничьей. То есть здесь нельзя играть dc3 из-за банального ab2. Ну и черные, видите, не могут сыграть ed4, потому что они проигрывают шашку. А если они играют gf2, то черные играют bc5 и легко выигрывают. На gf2 здесь простой выигрыш. Просто нападаем. Надо закрываться. Ну и также после размена белым некуда ходить. То есть в этой позиции у белых был единственный ход. b5 также проигрывает. Кстати, здесь b5 проигрывает очень красиво. Черные играют fe5. Белые бьют на c7. И черные бьют на поле g3. Неожиданно выясняется, что эта позиция проиграна за белых. То есть если белые бьют на поле e5, черные играют ab2, жертвуют вторую шашку и скромно играют на a1. И белым, как ни странно, просто некуда ходить. Несмотря на две лишние шашки, они здесь очень быстро проигрывают. Если же белые бьют не на поле e5, а на поле f2, тогда черные бьют на b8. Надо играть dc3. Но здесь черные также побеждают. Они жертвуют шашку и играют ab2. Но сильнейший ход за белых здесь ed4. Тогда черные ставят дамку на a1. Надо отходить. И черные играют дамкой на e5. Точный ход. Это единственный ход, ведущий к победе. Но обратите внимание, ab6 нельзя играть, потому что черные сыграют b7. Ну и здесь легко побеждают, например, gh2, hg5. fg3. И здесь можно сыграть, допустим... Здесь черная игра gf4. Ну и на единственный ход gh4 играем дамкой на c7. Надо жертвовать шашку и пытаться прорваться в дамки. Тогда черные ставят дамку на поле g1. То есть сюда нельзя играть из-за такой жертвы. И белые дамки остаются за заставой. Поэтому приходится играть gh6. Но в этой позиции черные тогда играют дамкой на e5. Ну и белым просто некуда ходить. То есть на такой ход просто бьем таким образом и выигрываем. Если здесь белые играют ab6, ну это мы рассмотрели, cb6 нельзя из-за b7. Поэтому у белых остается единственный ход fe3. Здесь черные снова делают единственный ход на победу. Дамка играет на h2. И выясняется, что белым некуда ходить. То есть на ход e d4 мы играем b7. Ну и на ход gf2 точно играем дамкой на поле f4. Белым надо жертвовать шашку, чтобы прорваться. Черные бьют именно на поле c1. И на такой ход мы нападаем. Надо закрываться. Делаем выжидательный ход hg5. И на ход ab6 красиво жертвуем дамку. И выигрываем. На ход gf2 тут то же самое. Играем b7. И на ход e d4 снова играем дамкой на поле f4. И побеждаем. А ничья в этой позиции была единственная. То есть надо было размениваться. Вот таким образом. Черные идут в дамки. И белым надо жертвовать две шашки подряд. И здесь белые все-таки могут достигнуть ничей. Например, hg5, dc3, gf6, cb2, hg7. Черные ставят дамку на 1. Белые ставят дамку на f8. Надо закрываться. Ну и белым проще всего здесь сыграть дамкой на h6. То есть белые грызят обрезать черных по косяку. Поэтому черным лучше всего пойти шашкой на поле b4. Но здесь белые все-таки достигают ничей. То есть нападаем. Надо отходить. Снова нападаем. Надо закрываться. Ну и здесь белые... Прошу прощения. Здесь точно отходим. Ну и если черные играют b3, отдаем шашку и занимаем большую дорогу с ничьей. Если же черные здесь закрываются, тогда играем дамкой на поле e1. Надо играть ed4. Ну и после gf2 черным некуда ходить. На победу играть никак не получается. И партия заканчивается ничьей. Друзья, если вам понравилось данное видео, то пожалуйста ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Задавайте вопросы.